Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы. Прошел очередной тур чемпионата России. Уже в ближайшую среду нас ждут матчи Кубка России. А там и вновь очередной тур и матчи сборной, чего только не будет в ближайшее время в нашем российском футболе. Ближайшие 45 минут мы обсудим это вместе с вами. И я приглашаю всех присоединиться к нашему эфиру. Телефоны вы видите на своих экранах. Давайте пообщаемся. Итак, друзья мои. Юрий Сергеевич, спасибо большое за то, что пришли. Согласились принять самое активное участие в нашей программе. Я думаю, что многие наши телезрители знают, что вы являетесь болельщиком ЦСКА. Поэтому сегодня будете держать ответ за свою любимую команду. Хорошо. Итак, Кирилл, ну не вижу пока радости в твоих глазах. А вы знаете почему? А потому что не только Спартак принес радость всем спартаковским болельщикам. Но и тот факт, что сегодня у Кирилла Музалевского, болельщика Спартака, день рождения. Мы его сегодня поздравляем с этим замечательным днем. Друзья, спасибо. Поздравляю, поздравляю. Ну, скажи, хороший подарок сделали тебе спартаковские футболисты? Ну, не то слово. Правда, после этого они успели сыграть с Амкаром. Но игра с Сивили, разумеется, она жива. Перекрывает все. Она в памяти. Это игра, которая войдет в историю клубного футбола спартаковского, безусловно. Я не знаю, вот, упоминая историю, ну, тут такой был выдающийся матч у Спартака с Вердером дома, по-моему, да, мы играли. Потом, правда, когда еще в советскую бытность. Ты имеешь в виду по результату? Да. По-моему, с польским каким-то клубом. На выезде мы им проиграли. Да, тоже что-то такое было. На момент визита Сивили эта команда была пятой командой в чемпионате Испании. Спартак был пятым? Да, и вот мы посмотрели, чья лига ровнее, чья лига сильнее. Спартака матч получился во всех отношениях. И в отношении того, как били и как попадали, все голы, это голы по углам, практически без шансов для вратаря. Это удивительно. Это везение, что попало именно туда. Но это везение, оно все-таки связано и со старанием. Потому что не было бы этих ударов, не было бы этого везения. А так, на мой взгляд, Сивилия приехала побеждать. Команда играющая. Спартаку с такой легко. Вообще с такими командами приятно и легко играть, я думаю, всем командам. Не те, которые защищаются. Сивилия не из их числа. Кирилл, я не знаю, знают ли наши болельщики о том, как сыграл Спартак. Я предлагаю все-таки напомнить нашим телезрителям. Спартак, Сивилия 5-1. Я уверен, что не все. В связи с этим, знаешь, мне очень обидно, что это не матч, когда уже Спартак бы вышел из группы. И это бы были стыки. Мы обыграем дома Сивилию 5-1 и едем на выездной матч. Это было бы хорошо. Но матч выдающийся для Спартака, это безусловно. Но в плане турнирной борьбы, в плане выхода далеко еще все не решено. И для Спартака шансы отнюдь не такие радостные. Потому что два матча на выезде с той же самой Сивилией, которые не позволят. Однозначно там Спартаку так играет. Для Спартака такой клуб, который может два таких матча выдать. Будем объективны. И с Ливерпульм, который является лидером нашей группы. Тоже на выезде. Да, два матча на выезде, о чем я и говорил. Но Морибор все-таки дома. Морибор дома. Но игра с Морибором это в большей степени борьба за Уэфа. А после такой феерической победы на Сивилии, конечно, уже хочется выходить. Конечно, хочется. Вот матч с Сивилией, он будет определяющим для этого. Ждем с нетерпением этот матч. Обязательно ждем. Сергей, скажи, пожалуйста. В чем Спартак переиграл Сивилию? Понятно, наверное, что во многом это были не игротские моменты. Хотя и это тоже присутствует. Что это было? За счет чего обыграл Спартак? Тренерская установка? Ну, не знаю. Сама дача? Что еще можно придумать? Ну, еще Спартак молодцы, конечно. Но вот Сивилия, они, вспомни матч, они после счета 1-1, да? У Сивилии сколько было моментов? Парочка точно была. Как бы матч повернулся, да? Да, первые 10 минут, второго тайма. И вот как только Спартак забивает второй гол, Сивилию уже было не узнать. То есть куда-то пропали атаки, куда-то пропали точные передачи. И хочу дальше продолжить, что в следующем туре Сивилия у себя, мне кажется, даже дома в Испании, она проиграла 4-0. То есть Сивилия, видно, в таком, как это называется, Гроге. Гроге. Гроге, да, в боксе называется. Вот, и поэтому, не знаю, какая Сивилия будет, когда Спартак приедет туда на выезд. Может быть, она уже приведет себя в порядок, будет играть в свой футбол, который она показывала до этого, идя на пятом месте. Ну, а здесь, да, Спартак молодцы. То есть залетело все. Действительно, поздравляю их с победой. Спасибо. Я бы еще хотел, Олегу, добавить, на мой взгляд, определяющим в победе. Явилась блестящая игра вратаря Селихова, который в эти 10 минут выставил. И в первом тайме был один совершенно гениальный у него спасение, когда он из девятки мяч вынул. А в втором тайме, 10 минут, когда Сивилия могла переломить ход игры, Селихов команду спас и просто вселил уверенность в ребятах. Я думаю, вот его отбитые мячи были решающими. Соглашусь. Юрий Сергеевич, вы один из немногих, я так скажу, болельщиков. Пускай и, скажем так, не враждующие, а как это сказать, соперничающие команды, но всегда объективны. Абсолютно. Спасибо, что согласились. Абсолютно. Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, все-таки Сивилия оказалась не готова к такому матчу, к такому настрою Спартака. Или Спартак настолько прыгнул выше своей головы и головы Сивилия, что вот такой результат мы увидели на табло. Я думаю, что и то, и другое. И Сивилия была не готова к такой игре Спартака. И Спартак играл блестяще во всех звеньях, начиная от вратаря, кончая игроками. Взаимопонимание, точный пас вовремя. Вспомните, когда вышел один на один против вратаря. Я сейчас не помню, кто из игроков у вас, Кирилл. Ну, какой момент? Когда он вратаря обыграл, а в пустые ворота. Это был Адриано. Так это вовремя был дан пас, понимаете? То есть, ни после, ни до. Вот именно все вовремя. Взаимопонимание было четкое. И за счет движения. У Спартака было колоссальное движение вперед. Ребята очень хотели его играть. Результат налицо. Помните момент, когда Барселон Месси во время матча какую-то там таблетку скушал и мяч забил? У меня создавалось такое впечатление, что все 11 игроков Спартака скушали подобную таблетку. И поэтому играли на такой уровне. Из носка у Месси? Он ее из носка уделал. Я вам должен сказать, что порадовались все болельщики России. Не только Спартака. Естественно, когда играет Спартак за рубежом или с зарубежными командами, мы все болеем за Спартак. Это естественно. По-моему, не найдется другого, кто болел бы за зарубежную команду. Вряд ли. Ну, я соглашусь абсолютно. Кирилл, тогда еще вопрос. Поэтому с удовольствием смотрел матч. С большим удовольствием. И радовался за Спартак. И получил истинное наслаждение. Соглашусь. Кирилл, по поводу еще Спартака давай поговорим. Состав, в общем-то, тот же. Не было каких-то там супер изменений. Тот же Мельгареха, мы посмотрим. Он постоянно был в запасе. Выходил на замены. Тут Мельгареха, по большому счету, забил мяч, который внес определенный перелом. Да, но он тоже. Погоди, он же заменил. У нас сломался Самедов. Да. Это очень настороживо. Как раз в тот момент Сивили перехватывает инициативу. И мне казалось, что опять Мельгареха вышел, и он не потянет. Но он потянул. Супергол Мельгарехи слева и прямо под штангл. Сходу, да. Гол редкий. Когда дают, и он катится по мячу, который катится вперед. Это редкий такой гол на самом деле. А вратарь явно не ожидал. То есть, Мельгареха вышел, он соответствовал уровню команды. Который уровень был достаточно высок. Мельгареха не тянул вниз. У меня было опасение, что Травма Самедова сломает игру некоторым образом. Выпадал кто-то из игры? В такой игре, мне кажется, Джике было достаточно тяжело. Но он несколько раз так сходил вперед. Несколько раз так обвел. Ну и плюс спас, когда он из пустых ворот выбивал Джики. Это Камбаров вывел из пустых ворот. Ну там еще один момент был, когда Джики выбил. Забыл. Уже не помню. Да потому что столько спасений у Спартака было. Потому что был прострел у вас вдоль с углового. А, было-было-было. С углового. Да. Он очень хорошо сориентировался. Ты говоришь о том, что пока еще непонятно турнирный расклад у Спартака. Сейчас у Спартака 5 очков. Да. Если мы берем все-таки теоретическую возможность, что Спартак у Морибора все-таки побеждает дома. Это значит получается 8 очков. Редко какая команда, Сергей, согласишься, при 8 очках не выходит дальше. Ну это должен быть аутсайдер один в группе. Помните, Зенит с 6 очками вышел. Кирилл Павлович, если берем аутсайдера Морибор, то Спартак либо в Лигу Европы, либо проходит дальше Лиги Чемпионов. Нет, просто с 8 очками, если Морибор набирает 1 очко, то с 8 очками не выйти, это конечно будет очень обидно. Нет, ну возможно, что не выйти. Но если Морибор, потому что ни у кого не откусит ничего, но он проиграл в Лигу 7-0, да? Поэтому я не знаю. Мне кажется, знаете, какой еще матч будет достаточно интересный? Когда Спартак будет играть с Морибором дома, это уже получается у нас пятый матч, да? Ливерпуль будет играть с Севильей. Причем будет играть дома, в Англии, по-моему, если мне память не изменяет. И вот если там будет ничья, то Спартаку надо побеждать, что называется, кровь из носу, потому что тогда потеряют очки между собой, да? И уже совсем другой может получиться расклад. Естественно, я говорю молодцы и футболистам Спартака, потому что они реально доставили футбольное пиршество, которое мы видели в матче Лиги Чемпионов. Поздравляю всех болельщиков с очень убедительной победой. Чего не могу сказать о другой команде, которая также играла в Лиге Чемпионов. Это о команде ЦСКА. Юрий Сергеевич, разочарование. Да, ну, ЦСКА Базель 0-2. Еще одно такое лишнее напоминание и лишняя слеза из наших глаз армейских болельщиков. Разочарование. Безнадега. Какие определения эпитетно можно к этому матчу применить? Я, когда вижу, что игроки или команда в целом играют плохо, я говорю бездари. Ну, бездари, потому что они ничего не создают. Ну, как можно за 90 минут не попасть ни разу в створ в ворот? Как можно выиграть? Никак. Бездарная совершенно игра армейцев. Я сидел, ведь могли, Базель мог забить и больше. Ну, бездарная игра в конкретном матче. В конкретном матче, конечно. Мы же сейчас говорим о конкретном матче. Совершенно. Посмотри, то выходили два игрока их против нашего одного защитника, то против Акинфеева вообще. Вообще без защитников. Они где-то там остались, понимаешь? Ну, как это можно? Почему игроки Базеля могут бегать 90 минут, а армейцы во втором тайме, извини меня, вообще еле ходили, не то что бегали. Ведь никто же не возвращался. Все остались. Вот средняя линия, центральный круг. Ну, те двое бегут против нашего одного либо защитника, либо вратаря. Остальные там стоят. Неужели то, что это Лига Чемпионов, это, ну, не знаю, не прибавляет дополнительных сил, не окрыляет, в конце концов, никакой мотивации дополнительно уже, это Лига Чемпионов-то здесь и сейчас. Олег, я могу вот что сказать, что у армейцев нет таких игроков, как у Спартака, у Зенита. Ну, у Зенита, соглашусь, как у Спартака, я бы не стал сравнивать этот состав на качественность. Не надо, не надо. У них иностранцы сыграли в блеске. Если бы не они, прости меня, я еще не знаю, как бы не сыграли. Именно они сделали счет таким. Ну, у нас вообще как бы скрипки, скрипки иностранных фонболистов. В России, кто лучшие игроки, кто бомбардиры ЦСКА, кто больше всех, ой, про ЦСКА, Спартаке. В Спартаке кто забивает лучше всех, иностранцы? Иностранцы, конечно. А у ЦСКА играют... А у нас кто играет, извините меня. Нет, я понимаю, но когда ЦСКА играли Вагнеры, Жо, играли Муса, играл Дульбия, и они тоже забивали. Тогда и игра была другой. А сейчас кто у нас? Мне даже кажется, может быть, я ошибаюсь, не знаю, но мне кажется, что армейские руководители взяли немножечко неправильный курс. Они взяли курс на бизнес. Они думали, что из Витинью, из Миланова, из... на лавочке сидит, Господи, вылетела. Аланара? Аланара. Что из них получится такой же Муса, которого купили за пять, продали за пятнадцать. А из них ничего не получается. Ну, это бизнес, да, бывает. Нет, ну, я думаю, что армейским болельщикам грешно жаловаться из последних, там, пяти чемпионатов, три раза ЦСКА становился чемпионом. Да пускай такая коммерция и дальше продолжается. Стоп. Зато ни разу они не выходили из группы. Лиги чемпионов. Ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Они никуда не выходили. А как же одна четвертая финала Лиги чемпионов? Одна четвертая? Что же сильнее? Это не финал. Ну, я не знаю ни одного клуба, который даже на одной четвертой дошел до финала. Это не финал. Спартак полуфинал не играл. Ну, не в Лиге чемпионов. И самое главное еще другое. Изменить их неким. Мало того, что эти играют плохо, ну, Аланара вообще сидит на лавке, он вообще не играет, он ему не ставит. Ведь у него взялся подавать все штрафные, угловые. И делает это плохо. Он ни разу не попал со штрафного ворота, со штрафных. Он все время бьет мимо ворот, либо выше. Ну, какая разница? Нет, ну, тренер тоже должен смотреть тогда. Если не получается, пускай другой подает. Сережа, а не кого ставить? Нет, ну, есть же, не думай, что он один там. Сергей, а к тебе тогда такой вопрос. Раз уж Юрий Сергеевич, сейчас такую тему затронул, что некого якобы ставить. Некого. И мы видим, что сейчас Гончаренко идет на, мы не назову это на эксперименты, на омоложение состава, да? Что шесть игроков играет воспитанников ЦСКА. А деваться нет. Ну, это вынужденная мера. Это абсолютно вынужденная мера. А что результаты от этого хуже? ЦСКА в чемпионате идет в трех очках от лидера, занимает третью позицию в Лиге чемпионов. Ну, может быть, конечно, не самый лучший клуб, но все равно... Для ЦСКА на армии, в смысле, для чемпионата нормально это. Я считаю, что Краснодаре армии просто повезло, что матч они не выиграли. На мой взгляд, Краснодар играл лучше и моментов создал больше. Но то они точно так же не попали в свор ворота. То же самое с Зенитом. Повезло Зениту, что ЦСКА не додавил Зенит. Олег, можно я мнение выскажу по поводу вот этого матча с Базилем? Мне кажется, все-таки сейчас приоритетом для тренера Конно или команды является чемпионат. Для Гончаренко. Да, пардон, для Гончаренко. И они, выходя на матч, очень сильно держали в уме Зенит, игру с Зенитом. Об этом говорят, вот почему не выходит все-таки Натх, не вышел в основном составе, который является лидером команды. Ну, в данном случае. Он не выходит. Мне кажется, тренер держал в голове игру с Зенитом, который премонстрировал, что армейцы могут играть. Могут играть в давление. Или что, Зенит слабее Базиля? Зенит не слабее Базиля. Зенит сам сыграл не в свою игру. Согласен. Отсюда и результат. А не потому, что армейцы сыграли уж очень хорошо. Во втором тайме армейцы опять ведь подсели. И Березовский это сразу сказал, но мы же не можем бегать все 90 минут. Ну да. А по поводу Базиля, да, это еще повезло, что Базиль оказался какой-то такой очень даровитый нападающий, который сам себя цеплял за ногу и падал. Сколько он знает. Сам куда-то бил непонятно. Ну это такой Муса, молодые годы называются. А так бы ЦСКА пришлось бы еще хуже. Базиль мог забить и 4, и 5. Ну вот у них очень какой-то неудачливый нападающий был. Он помогал, затаскал мячей. Они сыграли плохо, будем так говорить. Когда выходят двое на одного вратаря, прости меня, а куда в мячу деваться, когда пустые ворота остались, Кенфеев сдвинулся, он бьет мимо ворот. Ну так бывает, слава богу, наш телезритель до нас дозвонился, он уж точно не пробьет мимо ворот. Добрый вечер. Да, приветствую. Он до сих пор не может в себя прийти после поражения. Вот когда после игры с матчейцем в Юнайтдон, он сказал, что определяющая будет игра, но я так понял, что у вас два зале. Я хотел бы его послушать, и он мне говорит, ну и что, какая теперь игра следующая будет? С Манчестер Юнайтдон на выезде. Нет, с Базелем будет. Мы его передадим. Ну что, ЦСКА настолько плох, прям совсем-совсем безнадежно больной? Ну, а все же говорят, и вы прекрасно видели, что там, если говорить правильно. Я смотрел, но даже, ну как можно так, ну и безбежать, я не знаю, кто там играл, из братьев Березутки. Ну и чтобы... Алексей. Что-то прям. Ну, какой может быть, и какой может быть результат после такой игры? Вот ее интерес, правильно сказал. Ну, это скидку на возраст надо. Да, это игра. Ну, может быть, он что-то знает, то, чего не знаем мы по отношению к судье. Спасибо, спасибо. Да, спасибо большое. Игра ЦСКА как... Разочаровала. Синусоиды. А почему ты, Олег, считаешь, что с Манчестером будет определяющая грань с Базелем? Потому что Манчестеру ничего не надо будет. И ЦСКА умеет играть с Манчестером на выезде. Да, умеет играть с Манчестером на выезде. Так что я думаю, что все будет в порядке. Это было давно. Ничего себе. Честно говоря, на выезде. Это было давно. Но это же было. Ничего себе. В девятом году. Ничего страшного. Итак, мы говорим еще раз огромное спасибо всем футболистам Спартака за прекрасную, удивительную игру за те 90 минут, когда мы получали удовольствие. Ну и говорим армейским болельщикам. Не переживать. Все у команды впереди. Она начала новый путь. Три очка. Правильно? Три очка. У армейцев, да, три очка. Три очка, да. Итак, переходим к Лиге Европы. Там тоже выступают наши две команды. Зенит и Локомотив. И сейчас мы, что называется, узнаем результаты. Зенит, мне кажется, абсолютно без проблем победил 3-1 норвежский Руссенборг. Ну и Локомотив с Шерифом на выезде сыграл 1-1. Руссенборг, постоянный участник Лиги Чемпионов от Норвегии. Да, мы помним, какие он показывал сюрпризы. Спартаком играл все время раньше. Да, 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 совершенно верно. Но мне кажется, результат абсолютно закономерен. Закономерен. Просто мне этот матч был интересен в том разрезе, как Зенит в последнем матче смотрится в чемпионате, как он смотрится в Европе. У меня сложилось ощущение, что вот эта диаспора, диаспора аргентинская, которую Зенит накупил, им неинтересно играть в этом чемпионате. Но это скучно. Они как-то не понимают, что от них требуется. А в Европе, да, мы на виду, мы сыграем. Поэтому так у Зенита. Чемпионат мира скоро, они все хотят попасть, тем более Аргентина вышла. Они же говорят, взяли в сборную, будут товарищи мальч, которые будут в России играть с Аргентином. Но расширенный список, по крайней мере. Да, они попали, по крайней мере. Да, соглашусь. Смотрите, к сожалению, нет представителей «Локомотива». Ну, как говорится, работа не позволила. Но мне хотелось бы немножко обсудить «Локомотив». Еще раз напомним нашим телезрителям, что в гостях на выезде они сыграли 1-1. Удивительная статистика у команды молдавской о том, что она еще ни разу не проигрывала российским командам. Где в каких турнирах они не встречались бы, ни разу не проигрывала российским командам. Я просто говорил. И сегодня, ну да, мы видим этому подтверждение. На то, что передать, что не будет вам легко шерифом. Шериф очень такая, команда сильная. Тем более команда, как мы говорили, «Руссенборг». И тот же шериф, он же постоянно участвует в «Верокубках». Он играет практически в стадионах. Он один из первых построил стадион чисто футбольный из Молдавии. И хорошие спонсоры. Ну и по меркам Молдавии, конечно, неплохие спонсоры. Неплохие даже мы посмотрели. Игроки у них. Кстати, они играют, по-моему, не в Кишиневе же. Не, в Тирасполе. Да, в Тирасполе. Шериф Тирасполе. Вот. И поэтому все закономерно, я считаю. В принципе, Локомотив, может быть, недооценил. Может быть. А может быть, и действительно, шериф так играет. Это какой-то шикарный первый тайм был. А, и Гол какой-то шикарный. Гол шикарный. И первый тайм был, я прям такой, ой, ух, ничего себе. Атака туда, сюда, туда. Ожидал, сейчас пойдет. И во втором тайме. Шериф продемонстрировал, что команда очень психологически устойчивая, наглая. Спокойная. Они дома всех привыкли побеждать. Есть определенный уровень. И они играют в тем настроении, мы сможем победить любого у себя дома. Это очень важно. Психологически крепкая команда. Они Локомотив так немножечко подсломали. Да, да, да. В этом плане. Ну, ты и говоришь, что это опыт. Команда. Опыт, да. И все-таки я верю, что Локомотив здесь с шерифом сыграет лучше. Ну, должен. Здесь да. И вообще мне нравится, что Семин уже команду подровнял. Ну, подойдем сейчас. Под лидирующую группу. Как бы то ни было, чувствуется его тренерская рука. А мне вот почему-то казалось, что Семин, ну, как это называется, сбитый летчик. Может быть, скорее всего, я и ошибался. Могу это признать сейчас. Мне почему-то казалось... Если взять по регалиям то, что Семин выиграл и у нас, и на Украине... Ну, а что Семин выиграл? Два чемпионата России. А два чемпионата Украины еще? С «Динамо Киевом». Мне кажется, чемпионом Украины с «Динамо Киевом» даже я оставил. Ну, Газаев еще был. И тем не менее, все равно, я думаю, что это работа Юрия Семина. Нет. И не случайно он сегодня возглавляет, хоть и с одинаковым количеством очков, вместе с «Зенитом» на первом месте же. Соглашусь... И по игре. И по игре. Не то, что вот... Вопросов нет. И у «Зенита», и у «Локомотива» достаточно хорошие позиции в Лиге Европы. И лично я вот не сомневаюсь в том, что и «Зенит», и «Локомотив» пройдут в следующий этап Лиги Европы. Поддержите, коллеги? Естественно. Хотя бы второе место даже. Да, ну, оно тоже гарантирует. Там не такой, никакий уж сильный состав там в группах. А у «Зенита» кто-то вообще набрал 9 очков и там... Может повторить рекорд «Динамо». Помнишь? Да, разве может такая еще команда повторить рекорд «Динамо». А, было, было. 6 побед, да. А мы переходим к следующему турниру. В минувшие выходные состоялись матчи 14-го тура. И предлагаю еще раз освежить нам результаты матчей. «Локомотив» Краснодар 2-0. «Анжи» Арсенал 3-2. «ЦСК» Зенит 0-0. И «Урал», значит, «Ахмат» 2-0. И дальше серия у нас, да, ничьих. «Спартак», «Рубин Динамо», «Тосна Ростов» и «СК Хабара» с «Уфа» сыграли тоже в ничью. Друзья, коллеги, какой у нас центральный матч-тур? С какого мы начнем? С центрального. С центрального. С Кахабаровск-Уфа. Именно этот матч. Увлекательно. Ну, давайте, давайте начнем с «ЦСК» Зенит. Да, эти две команды являются лидерами, сыграли 0-0, и являются лидерами по чемпионству последних лет. Ну, именно, не лидерами, а, как сказать, постоянными чемпионами последних, сколько там, по-моему, у нас 6 или 5 лет. Ну, «Спартак» еще бывали. Трижды. Да, трижды. А, ну, и не берет «Спартак» еще больше. Нет, «Спартак» все-таки один раз, за последние три, я имею в виду, там, 7 лет или сколько. Давайте так, я скажу, что за тот период, когда «Спартак» не был чемпионом. Ну, да. Ну, да. Ну, что ж, хорошее такое, юридическое, можно сказать, так, да. Уточнение. Уточнение. Действительно, «ЦСК» Зенит. Юрий Сергеевич, вот «ЦСК» в этом матче с «Зенитом» был совсем другой. Почему? Я сейчас объясню. Ждем. Он не был совсем другим. Да, они бегали много. Простите, три удара за игру в створ-ворот. Уже. Результат. Так футбол заключается не в том, чтобы перебегать друг друга, верно ведь? А мячи забивать. А как можно забивать? Если они по воротам не попадают. Ну, и что толку, что они бегали? Потом они устали. Во втором тайме они уже утомились. «Ценит» стал напрягать. И хорошо, что еще защита выдержала. И сыграли по нулям. Могли и проиграть. Но могли и выиграть. Не могли. Я не вижу таких стопроцентных моментов у армейцев, с помощью которых можно было бы забить гол. Объясните мне. Да, скажи. Если я плохо смотрел. Какой момент? Вы вспомните. Стопроцентный. Там куча игроков. Наши бегают до штрафной. Пожалуйста. А в штрафную их никто не пускает. А издалека никто не бьет. А если бьет, то мимо ворот. В результате. В первом тайме. Ну, три удара. Створ, ворот всего. За ягру. За 90 минут. Что это за нападение? Разве так можно выиграть матч? «ЦСКА» все-таки не с носорогами играл, а с «Зенитом». Конечно, тоже. Я же уже говорил, что повезло им с «Краснодаром». Юрий Сергеевич, а может быть не подсели «ЦСКА», а вот «Зенит» немножко прибавило. Потому что, мне кажется, в первом тайме они, как бы сказать, «Зенит» был ошарашен тем, что «ЦСКА» так сыграл. Потому что они посмотрели матч с тем же «Базелем». С «Базелем», да. То «ЦСКА» пешком ходил. И они говорят, ну что мы так же выйдем, сейчас будем пешком ходить. Нет, «ЦСКА» бегал, правильно вы сказали. «ЦСКА» двигался. И этим движением, возможно, как-то немножко в шок вел этих «Зенитовцев». Но потом они в втором тайме уже заиграют свою игру. Вы понимаете, в чем дело? Не двигаться стал в втором. Вот «Фернандес» и все «Фернандес». Его все там хвалят. Хорошо движется. Объясните мне. Хотя бы один раз с его подачи забили ли мяч в ворота? Когда? Когда? Не, ну почему? Был как кто-нибудь? Не было. Ну как, ну что значит не было? Да очень просто, не было. Потому что нет таких подач. Он добегает до угла, дальше они разыгрывают между собой, пока не потеряют мяч. У «ЦСКА» другая игра. Он не фланговый и подающий, как тот же Камбаров. А какой же смысл тогда идти вперед, если не подавать? Камбарову тоже один мяч забили. С его подачи за 15 туров. Нет, все дело в том, что «Фернандес», почему он проходит по краю, он стягивает на себя из центральной зоны. И не успевает вернуться в оборону. А кто его страхует вообще? Никто. Березуцкий, Васин. Ну чаще Васин, если он вас должен подстраховать. Ну я видел, как Васин подстраховал, если бы не Акинфеев. Это да. Васин, да. Это да. У него бывают такие ляпсусы, к сожалению. В каждом матче практически. Хотя бы по одному, да, почти в каждом матче. Если бы не спас Акинфеев, то это было бы результативно. У него был момент, что он и спасал. Он, видимо, знал, что на Васин, надеюсь, особенно нельзя, хоть кто-то пытался выбить мяч. Можете представить, если бы все-таки после этой ошибки Зенит забил бы, да? И получается, Спартак, Спартаком в игре Васин начудил, скажем так, и Зенитом, если бы он еще начудил. А он еще без этого начудил. Я сейчас не помню, в каком матче. Ну, был, 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 был. Ну, я имею в виду такие принципиальные факелы. Правильно, Сережа, он у него почти в каждом матче. Ну, через один точно. Да, я думаю, факел, Воронеж, вперед. Смотрите, какая история. Получается, ЦСКА бездарно отыграл с Базелем. Спартак вдохновенно сыграл с Сивилий. ЦСКА, ну, достаточно все-таки, я могу сказать, достаточно уверенно, по крайней мере, уверенно сыграл с Зенитом. Чего не скажешь о матче Спартак-Амкар, которому мы сейчас и переходим и напоминаем результат этой встречи. 0-0. Кирилл. Да, да. То ли пробка шампанского слишком громко после этого матча оглушила всю команду, да. И вот с Амкаром, в общем-то, хотя я должен сказать, Спартак по результату, да, сыграл ничью. Но то, что они давили Амкар все 90 минут. Спартак мог и проиграть, Олег. В конце. В конце, если бы пенальти. Забили. Да, да, да. Повторение было. Повторение. Точь-в-точь ситуация была такая. Великолепные пасы, только нужно попасть в створ в ворот. А он, увы, не попал. Ну, и 11-метровые, конечно, тоже не назначили. Это было на другой стороне. Причем даже Серихов признал, что пенальти был. Нет, он не признал. Признал. Он сказал, что он шел на пенальти, но очень… Серег уже играл в замкардах, он там всех знает. Он замечательно не дотянулся, к сожалению. Он говорит, что дотянулся. Да. Я был на матче, я сидел в первом ряду. Это, друзья мои, я вам доложу эмоционально, это очень интересно. Потому что вот Каррера бегала в 5 метрах от меня, как у нас здесь камеры стоят. Игроки, я видел лица. Люди были очень уставшие, эмоционально выхвощенные. Особенно во втором тайме, как раз мимо меня, вся эта беготня, куда мы давили на эти ворота были, они были уставшие. К тому же прошла такая информация, что якобы к Амбару-Звушакову у нас нарушили режим на радостях после Севилии. Только в смысле, хорошо так нарушили. Хорошо. Плотно, да. Не знаю, насколько это правда, но такой верный человек говорит. Да, да, да. Ну, по крайней мере, первый источник сообщил. Первый источник. Которому, как говорится, не верить смысла никакого нет. Вот. Команда была эмоционально, физических сил хватало. Играли, че же могу, старались, но эмоций не было. Это было видно, что эмоций не хватает. Вот. И результат надо было решать в первом тайме, когда, безусловно, такой шанс будет Спартака подтянуться, когда сейчас конкуренты потеряли очки основные. Надо было в первом тайме решать, вот, промис, ее мастерство, он обязан был забивать это двор. Он забивает гол, Спартак выиграл бы. Я уверен в этом на 99%, что Амкар бы дальше бы все. Как сын-то, сильно расстроился? Да, у меня первый раз ребенка сводил на футбол, он очень расстроился. Он говорит, пап, ты хотел получить хорошие эмоции. Я говорю, ну, сынок, ну не кажется, это же матч Севилья. Он говорит, папа, ты выбрал мне тот матч. Говорит, надо было уйти на Севилья. Я говорю, ладно, в следующий раз обязательно сходим. Нет, ну, мне кажется, болельщик должен болеть за команду не только, когда она побеждает. В общем, это для молодого поколения Спартака, болельщиков был хороший, правильный опыт. Такое, что надо, мы же не проиграли. Я говорю, хорошо, что мы не пропустили в конце. Мы легко могли пропустить. Вот я и говорю. И с каким настроением тогда мы вообще возвращались. Но это потеря шансов для Спартака, шансов подтянуться. Но я бы не сказал, я матч потом пересмотрел. То, что на первом ряду сидеть хорошо, ты ощущаешь атмосферу. Но что происходит на поле, ничего не понятно. То есть, где, как расположены игроки, этого не видно. Абсолютно. А как вот тренерские вот эти скаминьки делают? Я не знаю. Когда они вообще смотрят где-то вот так вот, сплошные ноги. Там ничего не видно. Не зря Бесков-то поднимался на трибуну. Конечно, там все видно, что происходит. Весь рисунок игры. Я пересмотрел матч, старались, но не смогли. Я бы не кинул камень в огород команды. Не смогли. С Самкаром сложно играть. Но мы с Самкаром вообще сложно играем. В том числе, исторически. Сергей, давай поговорим и о Динамо. Потому что Динамо после смены тренера, пускай теряет очки. Четыре очка набрали. Да, но четыре очка набрали. Опять не пропустили. Пускай хоть и не забили. Играли все-таки с Рубином. Ну, не с последней, что называется, командой. Тем более, еще Кирилл сказал, у них тяжело. Они с Самкаром играют. Динамо с Рубином очень тяжело играют. Они 11 лет не могут выиграть у Рубина. Ничего играют, а выиграть не могут. Там, в Казани. В Казани, да. Поэтому я не ждал. Я тебе говорил, что нам бы, понимаешь, на передаче нам бы, лишь бы не проиграть. Лишь бы не проиграть. Ну, как говорил Хохлов, что его сейчас задача это сделать оборону нормальную, чтобы не пропускать. А там уже думать об атаке. И набрать как можно больше очков. У вас курочка позернует. Да, позернует. По счетчику выгрызает. Ждем все зимы, потому что будет в декабре совет директоров. Будут они решать финансовые вопросы. Покупки, естественно, какие-то делать, не делать. И поэтому радует то, что порадовал Шунин. Да, кстати, Шунин стал лучшим игроком этого тура. Вот сейчас я прочитал. Тура даже. Да, тура. Почему там сделал? Он вытаскивался. Ну, считай, да. То, что болельщики бросали с трибуну все это тащил. Вот, поэтому и порадовал тем, что на следующий день был день рождения нашего Венера. Вот только хотел даже сказать. Ну, ты болельщик Динамо. Левая Ивановича, благодаря которому я и стал болеть за Динамо, порадовало то, что 88 лет исполнилось великому вратарю. И вот перед этим днем рождения Шунин выдал такой замечательный просто матч. Хотя я знаю, что я его всегда защищал. И я с тренерами разговаривал, с виденовскими тренерами, кто знал, молодого еще Шунина видел. Я думал, молодого Яшина, думаю, ничего себе у нас тренера. Молодого Яшина это видел я. Я тоже видел прощальный матч, помню Яшина. Естественно, какие-то матчи... Нет, я многие матчи видел с участием Яшины, естественно. Он же ушел-то в 70-м, да, или 71-м году. 71-й год. Прощальный матч был 71-й год. 41-й год он был Яшина. Между прочим, все болельщики, и динамовские в том числе, хотели бы, чтобы он ушел хотя бы на год раньше. Ну, может быть, не от него зависело. Мы подноготные это не знаем, ведь болельщики. С 70-го года? В 70-м году играли в Ташкенте, переигровку. Ну, в 70-м там стоял Тельбуй. Это же ЦСКА с Динамо играли. С Динамо. Но уже не Яшин стоял. Не, не Яшин, там был Пельгуй. Ну, я начинал. Не, ну, а Яшин 71-м, а прощальный матч. Ну, там сколько он сыграл в этом году? Там же где-то в мае-июне, где-то в начале чемпионата только был, да? Ну, ладно, мы в историю уже ушли. Давайте вернемся к матчу. А к матчу, если говорить, мне понравилось, что, по крайней мере, последние две игры не проиграла Динамо. В первых, одну выиграла, вторую сыграла в Нищу. И, по-моему, обе игры на выезде в Хабаровск они, по-моему, долетали. Нет, они... Хабаровск сюда приезжал. Во всяком случае, три... Сейчас как Хабаровск. Да, с Хабаровск, да, не летали. Ну, вот, правильно, я помню, с Хабаровск. Они выиграли у Хабаровска, 2-0, и с ним память не изменяет. И по нулям сыграли с Рубином на выезде. 4-5. В принципе, мне понравилось, да, Хохлов молодец, в принципе. Во всяком случае, какой-то сдвиг появился. Появился сдвиг. Возможно, это эмоционально, то, что сменился тренер. Возможно, еще какие-то, ну, мы на прошлой передаче говорили, что... Мы говорим о факте. Да, игроки говорят, что да, поменялся процесс тренировок, поменялась немножко атмосфера, там, подход. Изменей есть. Оно все по чуть-чуть. Да, по чуть-чуть пускаем. Хохлов прав, правильно, я согласен с его интервью, что надо действительно, это Кирилл подтвердил, что надо по зернышку по чуть-чуть, по чуть-чуть брать. А там уже, когда у нас заканчивается, в декабре, чемпионат. А сколько тур вообще? 17, либо сколько будет в этом году туров сыграны всего? Так, у нас чуть ли не 19. 17, по-моему, нет? Может быть, может быть, может быть. По-моему, 19. А, ну да, чемпионат же будет. Чемпионат, поэтому... Отказали, что 19. Ну, у меня есть календарь. Последний тур где-то не изменяет память, это в начале декабря, там, да? То ли 5-6 где-то. Я просто не смотрю в конец, когда там чего-то. А, 9-е даже. Сказали, что вот этот, в Перми какой-то матч будет. 9 декабря. Да, и получается, я не знаю, почему так составляли календарь, что там некоторые матчи, получается, в Сибири, Дальний Восток играют. Логично. По-моему, 19, с ней память не изменяет. Ну, это мы в следующий раз узнаем. Я имею в первом круге, конечно. Да. Давайте узнаем турнирную таблицу после 14 туров чемпионата России. И, как говорится, барабанная дробь всем болельщикам «Локомотива», которые в этом сезоне первый раз вышли на первую строчку. Да, «Локомотив» делит... Да, я, наверное, с 2000-х годов первый раз на первую строчку. Может быть, даже и так, да. По крайней мере, по истечению практически полчемпионата. С «Зенитом» набирают одинаковое количество очков, но по количеству побед они на первом месте. ЦСКА, надо отдать должное, немножко подтянулся, потому что уже 4 очка. Да, «Урал», совершенно, на мой взгляд, неожиданно, неожиданно входит в четверку лидеров. «Спартак», «Краснодар» 21, «Семин», «Тарханов», «Крубин», «Фар», «Бердуин», «Семак». Давайте посмотрим нижнюю часть турнирной таблицы. Здесь, в общем-то, все то, что было, наверное, на протяжении последних 6-7 туров, начиная где-то там, наверное, с «Самкара», «Динамо», «Тосна», «Скахабаровский», «Анжи». Они будут, в общем-то, наверное, бороться за выживание, как мы с вами и говорили. Ну что, «Локомотив», по праву на первом месте? Абсолютно. Ему же не дарили очки, никто. Он их зарабатывал, честно. Выгрызал. Выгрызал, да, но тем не менее. По праву. Ну, Юрий Сергеевич, согласитесь, что это заслуга Семина все больше 90%. А я же сказал, я же говорил уже об этом, да. Я тоже считаю, что это заслуга Семина, чисто Семинская. Это Олег возражал мне. Олег возражал, да? Ну да. Да, я возражал, я не верил в возвращение, скажем так, Семина в большой футбол. Нет, Олег, это чисто Семинская. Смотрите, давайте тогда уже о тренерских позициях поговорим, да? Команда не укрепилась, да, в межсезонье. Там пришел в аренду португалец вот этот, да, который выиграл чемпионат Европы. Да. Один, и то в аренду он пришел, и то первый матч, помним, он даже не выставлял. Эдер, Эдер, но двух игроков они потеряли. Ну, так как они потеряли Ари, да, вот он... Ари и Черлуха. Стал выходить, да. Ну, посмотрите, да, получается, Семин... А как они Ари потеряли? Ну, третьим турем получил травму. В третьем туре травмировал. А, в смысле травму? Ну, потеряли пока. Время не совсем потеряли. Вот, и Семин, получается, из тех же игроков, да, которые, там, какое они место заняли в прошлом году, там, пятый или четвертый, да, он делает команду, и команда заиграла, да, ну, хоть как, куда бедно, она играет и идет на первом месте сейчас. Ну, у них вот этот вот феноменальный расцвел Фернандес. Фернандес, да, да, да. Феноменальный, он играл, его видно не было. Потому что сезон бегал один из многих, и у него не было заметно. Сейчас он лидер команды, сейчас он тянет команду, это удивительно. С локомотивом, чья заслуга, да, то, что раскрылся Фернандес, тоже получается тренер заслуга. Соглашусь полностью, ну, и локомотив, я не знаю, насколько он лидер на час, как говорится, да... Посмотрим, может, это турнирно так, но, смотри, они все-таки сложный матч тоже провели. Вот, правда, Краснодар, на мой взгляд, немножко дохленький стал, да, вот, не хватает, какие-то они легковесные, команде дыхания не хватает, мощи не хватает команде, свежести какой-то. Мне кажется, надо делать что-то с тренером. А про Юрий, просто, вот, было очень заметно, как стоит, ну, молодой относительно Юрий Павловича Шалимов, понурый, и какую эмоцию дает Юрий Павлович. Я думал, он догонит и растопит бокового арбитра. В конце матча уже, он его догнал, вот это я понимаю. Как болт нес, болт в смысле этот, спортсмен, да, ну, никто и может думать, болт обычно. Он дает заряд команде, это, кстати, очевидно. Он всегда был такой, да, очень импульсивный. Согласен, согласен. Ну, что ж, посмотрели турнирную таблицу, уже буквально в среду у нас будут матчи Кубка России. Давайте посмотрим, какие у нас сформированы пары. Всего лишь четыре команды из премьер-лиги, да, а нет, пять, наверное, скорее всего, все-таки, да. С Кахабаровск, Ростов, Спартак, Рубин, Тосна. Именно эти команды представляют у нас... Амкар. Амкар, где ты видишь Амкар? Ростов-Амкар. Ростов-Амкар написано. А так что? Амкар, да, конечно, после одной восьмой уже может быть. Да, значит, видите, чуть побольше. Ну, что, Спартак, поздравляем, завоеваем Кубка России? Да. Рано еще. А кто ему окажет сопротивление? Авангард? Курский Авангард? А Тосна год три назад вынесла. А Тосна, да, Тосна тоже. Когда еще во второй лиге играла. Ну, когда выиграли. Амкар, какой бой дал Спартаку, извини, тоже. Ну, Олег, будем смотреть, какими составами будут играть команды. Что Спартак завладел Кубком Покара, да? Тем более, Спартак будет играть еще в Еврокубках. Конечно. Надо смотреть, какие составы будут выставлять. Не говорю, оп, пока. Я не удивлюсь, если Кирилл тебе рассказал, что какой Спартак был уставший и потухшими глазами на матче с Амкаром, да? Это было в воскресенье. Еще одна травма. У нас защитник Неесипов, как же, господи. Ещенко. Да, Ещенко тоже там травмировался. Он парень сильный, порвал заднюю поверхность на 10-й минуте, но пробегал еще тайм. За что ему тренер нагонял. Да. Ну что ж, давайте посмотрим выходные. В выходные у нас стартует 15-й тур. Экватор чемпионата России. Быстро как. И первым стартует у нас матч Арсенал-ЦСК. Ростов играет со Спартаком. Раньше Спартаковы матчи в Ростове-на-Дону очень тяжело давались. Не знаю, посмотрим, как будет это сейчас. Амкар-Урал. Динамо-Тосно. Динамо надо побеждать, и вначе все напрасно. Зенит-Локомотив, вне всяких сомнений, центральный матч Тура. Краснодару отступать дальше некуда. Позади только, я не знаю, что там у нас рядом. Отставка Шалимова. Приморско-Ахтарск, да. Уфа-Рубин и Ахмат-Анжик. В общем, интересный тур, интересный очень. Тур очень. Все матчи, они взаимосвязаны. Интересно можно на три. Чего ждем от матча Ростов-Спартак? Чтоб там погода была хорошая. Хочется играть, чтоб тепло было на хорошем поле. Да, потому что, я так понимаю, нас в Москве уже подморозят, а это всегда деревянный матч, травмы. Ну, вообще, тепло. Хорошей погоды ждем, и я надеюсь, что Спартак придет к себе после этой Севильи. И начнет работать. Сергей, играете с Тосно? Ну, по 14 очков у Тосно и у Динамо. Я думаю, надо все силы приложить, выигрывать. То, что за дело делать на следующий год. Юрий Сергеевич, Арсенал ЦСКА. ЦСКА побеждает Арсенал. И они, ну, я уже иду дальше. И они уже на вытянутой руке от локомотива «Зенита». Мне бы хотелось, чтобы армейцы победили Арсенал. Очень бы хотелось. Но тяжело будет, да, Юрий Сергеевич? Тяжело, потому что нет нападения. Ну, нет его, к сожалению. У Арсенала украли победу в «Анжи». Вот, кстати, еще, да? Команда раззвали. Был злая команда. Дома. Я все, откровенно говоря, жду, когда вся эта молодежь, которая сейчас впереди. С лидерами «Анжи» отлично играет. Тоже, Валидиновка, еще кто-то. Вот. Что они, в конце концов, заиграют. Заиграют. Я в этом даже не сомневаюсь. В следующий вторник мы обсудим результаты матча Кубка России. Ну, и, естественно, чемпионат России. 15-й тур. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго. И болеем за своих. Пока. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»